Рено Арканы Это не просто так было сделано Несмотря на то, что как бы они заявляют его как внедорожник Но нет, это не внедорожник Вон стоит Но все-таки есть в этой бочке меда такая ложечка детки Ля Шикарная магнитола Чуть нажимаю на газ и машинка пошла Двеношники сделали просто бомбическую вещь Они настроили подвеску уже не по внедорожному, а именно по городскому Что касается конкурентов этого автомобиля Самым основным, наверное, главным я выделил Kia Sportage Действительно, они очень близки по цене, очень близки по качеству автомобиля Ну и примерно по характеристикам, по внутреннему какому-то убранству Также туда можно отнести Hyundai Tucson В принципе, Volkswagen Tiguan тоже попадает в эту цену Ну и, конечно же, наш самый любимый и дорогой Geely Atlas Как же без него, да? В Беларуси все-таки живем Если мы говорим про комплектации этого автомобиля, их существует реально три Это Drive Style E1 Edition В комплектации Drive вы получаете передние подушки безопасности, ESP И, в принципе, все-все-все, что вам может как-то понадобиться Но без приятных допов а-ля там камеры заднего вида, парктроники, какая-то хорошая музыка, дисплей и так далее Если мы говорим про комплектации Style E1 Edition В этих комплектациях существуют боковые шторки безопасности Я считаю, что это очень приятная опция И, ну, она вам может вполне себе спасти жизнь Так что я бы рассмотрел на эти две комплектации Помимо всего прочего, в них присутствует сенсорный дисплей, например В принципе, он достаточно большой Картинка в нем достаточно приятная Но, единственное, по скорости работы к нему очень много претензий Зависает, тормозит, глючит Ле, шикарная магнитола Вы хотите что-то с ней сделать, а она не хочет И что вы будете делать? Да, тыркать, пытаться как-то ее оживить Также здесь существует система кругового обзора Музыка Бозе Все это создает очень приятное впечатление от пользования этим автомобилем Действительно, когда находишься в салоне этого автомобиля Я не знаю, меня, в принципе, ничего не напрягало Ты садишься за руль и понимаешь, что все хорошо, все приятно Действительно, каких тут просчетов в дизайне, в эргономике Здесь я вот не заметил Кроме кнопки старт-стоп Вот это прям, я не знаю, реношники, конечно, вот они умеют так сделать Вот вроде как все хорошо Но вот ложку дегся надо, блин, всадить в эту бочку меда Потому что, ну, как они засунули туда, я не знаю Давайте попробуем нажать теперь эту кнопочку Вот я тяну руку И мне либо нажимать вот обратной стороной ладони Это не очень удобно Или как-то вворачивать руку, пытаться сюда нащупать Ну, в целом, когда я подготовился, да, я протиснул руку Я могу нажать на кнопку, все равно хорошо Но если я сходу это делаю Я либо пальцем попадаю на этот вот монитор, что-нибудь нажимаю Либо как-то вот задеваю вот эти вот переключатели Там, где у автомобиля без, без ключевого доступа Вставляется ключ, есть заглушка И вот если бы они эту кнопку впихнули туда Это было бы реально самым оптимальным вариантом Было бы все удобно, понятно и красиво Кстати, насчет переключателей Они здесь сделали немножко другой переключатель мультимедиа Здесь колесико нерезон немножко по-другому, чем даст И сами кнопки они сделали выпуклыми В принципе, ну, дизайн стал как минимум интереснее В плане удобства, ну, дело привычки Но хорошо, что они не убрали именно расположение этого джойстика Потому что он очень удобный Что хотелось бы сказать по поводу дизайна этого автомобиля В нем есть на самом деле всего одна лишняя деталь Я Поэтому я свалю и дам вам насладиться красотой этого автомобиля Красиво, да? Я тоже его себе захотел купить Ну, что я могу сказать? Компания Renault сделала действительно прорыв в плане дизайна Что касается вообще каких-то внешних элементов Например, поговорим про фары Фары здесь реально классные Это светодиодная оптика полноценная Я сегодня ехал перед этой машиной Видел в зеркале заднего вида Вот эта вот буква C, да, английская Она реально классно смотрится То есть машина очень-очень классно смотрится на дороге Но все-таки есть вот в этой бочке меда такая ложечка дегтя Вы приехали на тест-драйв этого автомобиля Вы так смотрите Да, классно, плавничок, как у BMW Молодцы, ребята, нарисовали круто Тут вы все-таки решаетесь купить этот автомобиль Вам его выставляют Все-таки приходите под впечатлением, блин, все, моя машина И видите вот это И у вас возникает вопрос Где меня обманули? Просто вот почему, почему вот я вижу вот это не этот плавничок, как у BMW А все просто Вот эта штука устанавливается даже в топовой комплектации Если вы хотите плавничок, это доп. опция, которая стоит порядка 250 долларов То есть если вы хотите нормальную, красивую машину То комплектации вам будет мало, вам придется еще доплачивать Это не круто Вот на самом деле, это вот такая вот ложечка дегтя Которая, в принципе, портит немножко впечатление об автомобиле Но я еще для себя здесь выделал еще такой один маленький минус Маленький Это вот конструкция заднего стекла Она как бы внешне смотрится действительно хорошо Но когда вы смотрите в зеркало заднего вида Вы там видите вот такую маленькую полосочку И все В принципе, я в зеркало заднего вида смотрю очень редко Мне как боковых зеркал хватает Здесь также есть парктрон, камеры заднего вида, все дела Ну, не проблема Но это просто как особенность этого автомобиля Если вы привыкли, знаете, там некоторые вешаются Огромное зеркало заднего вида, чтобы все видеть Здесь так не получится, потому что действительно Вот за счет чисто кузова автомобиля Ну, там действительно обзора нет Но опять же BMW X6, да Mercedes сейчас выпустила эту GLE свою версию Там та же самая проблема Поэтому, как бы, это даже не проблема Это скорее нюанс такого кузова Все-таки многие покупают кроссоверы именно из-за багажника Что там внутри? Что скрывает Аркана? Как видите, место здесь, ну, просто вагон Вот интересно только, если я колесо поставлю Он закроется или нет? Мне кажется, надо полочку только достать Так, если мы достали полочку Давайте аккуратненько ее здесь поставим Закроется ли этот багажник? Не будем спешить Да, все вполне себе закрывается Вот, можно даже его Как видите, колесо полностью здесь стоит Это плюс кузова Вот это вот, как бы, типа лифтбэк Когда у вас вся задняя дверь открывается Вместе с крышкой багажника И вы действительно можете запихать сюда худебный холодильник На самом деле, место просто вагон И, как бы, багажник реально очень крутой Ну, единственное, что его ограничивает, это полочка Поэтому, например, в Duster я ее, в принципе, выбросил Как только купил машину Но здесь, видите, видимо Водителю не нужно так часто что-то возить В этой машине У него нету трех детей Это точно У него еще бокс, и то место мало Блин, прозвучало, как будто он детей в багажник не возил Не верьте этому человеку Он не знает всей тонкости Ну что, давайте прокатимся Посмотрим, что это за машинка Именно вот на трассе Как она себя ведет Как у меня подвеска отрабатывает Ну, во-первых, что хочется сделать Перед началом вождения Включить вот датчик слепых зон Чтобы он работал Чтобы я видел, какие машинки у меня по бокам Вот, здесь автоцвет Вот, поэтому он сам включится, когда нам нужно Также автоматический датчик дождя Я тоже на эту тему не заморачиваюсь Вот, красивыми эти крутилочками Я выставил себе нужную температуру Поехали Включаю заднюю И, как видите, вот дисплей появилась Камера кругового обзора То есть я могу включить любую камеру И она покажет, ничего у меня еще происходит по кругу В принципе, очень удобная вещь Все видно Все хорошо То есть вот это происходит, что за нами Это что происходит перед нами Ну, конечно, картинки не Full HD Но, как бы вы все увидите Все нюансы какие-то Все там проблемные места Ямки и так далее Все это будет вам видно Вот, включим заднюю Дорога, как видите, бетонная здесь достаточно ушатанная Немножко так отрабатывает машинка неровности Но, вот мы едем по стыкам Как бы звук слышен Небольшую вибрацию ощущаю Но мне Какого-то дискомфорта у меня нет Вот То есть я чувствую, как машинка это все дело отрабатывает Но она делает это достаточно мягко И не могу сказать, что мне как-то вот некомфортно Что-то не нравится Руль очень плавный, очень слабенький Такой, вот прям вот хочется поворачить В плане вариатора Вот я чуть-чуть нажимаю на газ И машинка пошла Я уже чувствую динамику разгона Но обороты мне даже до 2000 не дошли То есть мы уже так нормально разгоняемся А обороты низкие Это плюс вариатора Он все время поддерживает машину в оптимальных оборотах Это, конечно, классно Ну Что могу сказать Давайте попробуем прокатиться по Такой разбитой дороге Посмотрим, как там машина себя ведет Кстати, про радиус разворота Он очень классный Действительно, радиус разворота у машины В принципе, наверное, как у Сандеры Но по асфальту, конечно, на ней одно удовольствие ехать Я чувствую, как руль чуть-чуть наливается У меня уже не так легко его вращать Как было это вот на парковке, например Ну вот, более-менее убитая дорога Ну и что я могу сказать Да, на ней не хочется как-то разгоняться Потому что я понимаю, что она будет мне каждую неровность Передавать на мой позвоночник, на мою попочку Но В целом, какие-то вот мелкие неровности Она отработает очень достойно При этом она на дороге стоит очень классно На самом деле, машина управляется Как легковой автомобиль Хотя это кроссовер полноразмерный Как бы Но действительно, рулится она очень здорово И на скорости она себя хорошо ведет И Вообще, каких-то претензий к этому автомобилю Именно по рулю, что у меня нет Реношники сделали просто бомбическую вещь Они настроили подвеску уже не по внедорожному А именно по городскому Это полноценный городской автомобиль Который и для трасс годится И куда-то еще Ну да, все-таки, когда я вижу такие вот ямы большие Мне не хочется на этом автомобиле разгоняться Если на Duster, мне в принципе пофигу Я здесь могу и 30, и 60 лупануть Я знаю, что он такие ямы отработает На этой машине нет Я понимаю, что она будет мне каждую ямку передавать Ну, не очень это хочется Ощущать Ну, а так в целом То есть клироваться в машине не хватает Я понимаю, что я днищем где-то Или там боковинками Нигде не цапану Если у вас, например, полный привод То Ренон достаточно хорошо настроен Например, с ESP он также будет имитировать Какие-то блокировки дефренциалов По такой дороге она едет, ну, на самом деле, неплохо Но если вам нужно ездить именно по таким убитым дорогам Все-таки, наверное, вам в сторону может быть Калеуса или Duster Что касается возможных вариантов коробок, моторов на эти автомобили Существует два варианта мотора Это бензиновый мотор 1,6 литра H4M И также бензиновый мотор 1,33 литра TCE По коробкам существует три варианта Это механическая коробка И два варианта вариатора Это 6-ступенчатый вариатор И 7-ступенчатый вариатор Оба X-Tronic Что касается цены на эти автомобили Цена на базовую комплектацию составляет около 17 тысяч долларов Ну, в ней не будет ровно счетом ничего Это будет мотор 1,6 литра с механикой И без каких-либо серьезных опций Что касается топовой комплектации Это мотор TCE Это вариатор 7-ступенчатый и полный привод Там цены доходят до 25 тысяч долларов Понятное дело, на них периодически дают стит И вы, возможно, сможете взять чуть-чуть дешевле Но в целом порядок цен такой То есть, грубо говоря, от 17 до 25 тысяч долларов Что касается надежности моторов и коробок Мотор H4M Ну, в принципе, я его освещал В своем обзоре на Duster В своем обзоре на Renault Logan Мотор, в принципе, достаточно неплохой Это новая разработка Renault-Nissana Но ресурс у него будет порядка 250-300 тысяч километров Вот, ну, потолок для этого мотора Причем при хорошем обслуживании Мотор имеет алюминиевый блок Мотор имеет алюминиевую клапанную крышку То есть, он ремонту не поддается То есть, вы вот его ресурс откатали на помойку Но, в целом, мотор, ну, относительно неплохой Для Renault Sander или для Renault Logan Но не для этой машины Для кроссовера этого мотора откровенно мало То есть, динамики какой-то он не даст И вы будете постоянно выкручивать Тем самым уменьшая его ресурс Зачем вам это надо? Хороший вопрос Если мы говорим про мотор 1.33 литра TCE Это разработка Renault совместно с Mercedes В принципе, мотор, это также устанавливается на Nissan Да, его вариация 1.2 литра Ставилась на Nissan Qashqai И по сегодняшний день, по-моему, она так и ставится Если мы говорим про Mercedes Там этот мотор ставится на A-класс Здесь же они его поставили на Renault Arcano Мотор, в принципе, неплохой Он очень технологичный В нем реализовано много очень действительно инновационных решений Которые позволили ему достичь очень хорошей экономии топлива Очень небольших выбросов Но ресурс этого мотора ограничивают Производитель ограничивают 300 тысячами Я встречал информацию и про 220 тысяч километров Опять же, все зависит от режима эксплуатации Все зависит от его обслуживания Если вы обслуживаете его чаще Если вы заливаете действительно хорошее топливо Да, этот мотор проедет больше 200 тысяч Если нет, если вы обслуживаетесь, в принципе, как написано 15 тысяч километров И заправляетесь на обыкотких заправках Ну, не факт, что этот мотор, в принципе, доживет до 200 тысяч Опять же, если вы выкручиваете постоянно Ну, мотор немножко не для этого Этот мотор, в принципе, готов вам дать динамику Да, он очень тяговитый У него 250 ньютон-метров крутящего момента И 150 лошадиных сил Этого хватает для того, чтобы очень динамично ездить на этом автомобиле Этот автомобиль достойно разгоняется до 180 километров в час Это достаточно неплохо для этой машины При том, что она еще и рулится на этой скорости Но при всем при этом Расход топлива на этом моторе Также не будет у вас превышать 10 литров Например, на этой машине в среднем выходит 7,2 литра По бортовому компьютеру Причем машина находится на обкатке То есть она проехала всего 1500 километров И расход по городу составляет около 7 литров Это действительно здорово При том, что машина очень динамично ездит Каких-то моментов, где вам не хватит динамики этого мотора У вас не будет Где-то на обгонах, на трассах В пределах, наверное, до 150 км в час Этот мотор будет вообще в любых ситуациях вас выручать Что касается мотора 1,6 литров Нет, даже не близко Вот, наверное, 110-120 км в час его хватает Дальше нет, он просто умирает Особенно с такой массой Масса машины около полутора тонн Если мы говорим про Рено Сандера Там масса машины тонна 50, тонна 100, да, у Логана Там этого мотора, в принципе, хватает Здесь очень большая нагрузка будет на этот мотор Поэтому, если мы рассматриваем Рену Аркану То я бы смотрел исключительно в сторону мотора 1,33 литра ТЦЕ Без каких-то проблем вы его проэксплуатируете в районе 200 тысяч Дальше я бы уже не рассчитывал на какую-то беспроблемную эксплуатацию Что хотелось бы сказать по поводу подкапотного пространства Как и на Сандерах, как и на Дастерах, как и на Логанах Здесь почему-то нет уплотнительной резинки Причем крепеж под нее есть, а самой резинки нет Ну, честно говоря, от Дастера я ожидал такого Но от Арканы нет Честно говоря, я думаю, что это уже какой-то замах на премиальность Ну, Реношники, как всегда, на чем-то досэкономили Вот, в данном случае это уплотнитель Давайте поговорим про коробки на этом автомобиле Что касается механики, смотрите мои ролики Я в них все рассказывал Здесь будет подсказочка, переходите Давайте поговорим про коробки-вариатор, которые устанавливаются на эти автомобили Компания Renault-Nissan производит своих вариаторов, сотрудничая с компанией Jatco И на сегодняшний день у них устанавливаются вариаторы 7-ступенчатые Это 16-е поколение и 6-ступенчатые, по-моему, 11-е поколение этих вариаторов К типичным неисправностям можно отнести засирание гидроблока И выход из строя самого, в принципе, вариатора Также износ подшипников этих вариаторов Износ ремня вариатора Там достаточно много проблем У вариатора при работе образуется выработка, так сказать Это, например, стачивание с ремня каких-то мелких частиц Стачивание с конусов И вот если вы долго не меняете масло в этом вариаторе А нужно его менять по-разному На самом деле для разных вариаторов по-разному Но конкретно на этой модели советуют менять его каждые 60 тысяч километров Если вы этого не делаете, то вот эта вот вся выработка попадает в, соответственно, гидроблок И вариатор выходит из строя Решается либо замена гидроблока, либо замена вариатора целиком Все это дело не дешевое Поэтому очень-очень советуют менять на этих вариаторах почаще масло и фильтры Вот тогда, в принципе, вы как-то продлите ресурс эксплуатации этого вариатора Но если вы эксплуатируете его неправильно, это его также убивает Чего нельзя делать на этом вариаторе Первое, это когда вы заводите автомобиль в морозы, нужно вариатор прогреть То есть на холодный немножко постоять, чтобы он поработал, помесил маслице И только после этого ехать Второе, нельзя его эксплуатировать резко То есть резкие старты какие-то, резкие остановки Например, если вы где-то буксовали-буксовали И тут машина схватила зацеп У вас происходит резкий толчок И этот вот толчок, он на самом деле передается на коробку И очень плохо сказывается в ней Потому что ремень прокручивается по конусам И выработка усиливается Также стирается ребристый слой на ремне Который, в принципе, сделан для того, чтобы трение увеличить И потребуется ремонт вариатора Это все означает то, что на этом автомобиле, на бездорожье Вы особо не покатаетесь Например, по песку, по снегу, по льду У вас по-любому будут пробуксовки А вариатор этого очень сильно не любит То есть, если вы хотите, чтобы этот вариатор дожил до 200 тысяч и больше То нужно его очень часто обслуживать Ну, каждые 60 тысяч как минимум И жалеть Щадить, жалеть, прогревать Тогда он вам каких-то проблем не доставит Он очень приятно ездит И вы можете достаточно динамично ехать И при этом обороты не поднимутся выше 3000 Поэтому именно в сочетании с мотором 1.3 TCE и вариатором Дает вам наибольшую экономию топлива на этом автомобиле Хотелось бы прогуляться вокруг автомобиля Просто посмотреть, как работает система безключевого доступа Мы стоим здесь Машина открыта Все ведь открыта Давайте мы чуть-чуть отойдем Вот я отхожу назад Отхожу, отхожу, отхожу Я еще даже за машину не дошел Я касаюсь машины рукой Она уже закрылась Я подхожу к ней ближе Подхожу, подхожу Она открылась Я даже от машины не отошел Давайте назад посмотрим Пошли назад Сзади как-то поприятнее Мне кажется, датчик все-таки находится не под капотом А где-то вот в салоне И вот ближе туда к багажному отделению От багажника мне уже нужно немножко отойти Вот я отхожу И вот она закрылась То есть расстояние здесь, наверное, метра два-два с половиной Ну, в принципе, это сделано, чтобы если вы подошли к багажнику То вы смогли его Вы смогли его спокойно открыть Молодцы ребята, продумали этот момент Опять же, задние пассажиры, чтобы смогли дверь открыть Просто когда вы ходите вокруг машины Это немножко напрягает Она постоянно открылась, закрылась, открылась, закрылась А так вполне себе нормально Очень удобная система Ключик у меня в кармане Да, я захотел, подошел, открыл Захотел, отошел, она сама закрылась Я не думаю об этом Хотелось бы отметить приятную особенность этого автомобиля Они наконец-то решили проблему грязных порогов Они просто закрыли их дверью Вот на этой двери, как видно, есть пластиковая накладочка Чтобы она нигде не царапнулась Вы там, когда по бездорожью по какому-то минимальному ездили Чтобы камешком там, веточкой себе ничего не пошкрябали Но когда вы открываете дверь, видите, эта накладочка открывается вместе с ней И порог получается чистый Например, в Renault Duster Там реально проблема Потому что пороги достаточно сильно выступают И когда вы вылазите из автомобиля после какого-то бездорожья Даже просто, если прошел дождик Весь порог заляпан И вы тиранетесь, скорее всего, джинсами об это место Здесь этой проблемы действительно нет Молодцы, ребята По поводу поясничного упора Здесь он действительно есть И на передних сиденьях он регулируемый Здесь находится ручка регулировки этого поясничного упора Все можно выдвинуть Можно запихнуть обратно Мне, например, без него гораздо удобнее То есть он, в принципе, есть небольшой И мне его хватает Что касается ключа карты Вот, к слову, как выглядит ключ карта Точно такой же ключ у Renault Kaleos Что про него хочется сказать? Ну, наверное, вот с ним у меня как-то больше всего всяких вопросов возникло Потому что вы можете сидеть в машине, держать его Ну, вот у меня в кармане лежал И машина говорит, что не видит ключ карту Как? Как она может его не видеть? Вот он находится, в принципе, там в 300 сантиметрах 40 Вот консоли И как бы проблема есть Машина начинает пищать С другой стороны, вы можете уйти из заведенной машины И она не заглохнет То есть вы просто уйдете И она будет дальше работать, тарабанить Тоже неприятный нюанс автомобиля Опять же, когда мы отходили от автомобиля на какое-то расстояние Он тоже закрывался, открывался Не совсем не понятен алгоритм работы Вот именно без ключевого доступа здесь Но одно то, что он есть в этом автомобиле Уже огромный плюс к опилке Renault Подушка сиденья здесь удлиненная По сравнению с обычным сиденьем, например, в Duster То есть сидеть мне здесь комфортнее И вот эта боковая поддержка, она мне в спину не впивается Цена очень мягкая, очень комфортная Но, тем не менее, она меня в сиденье удерживает Это здорово Что мне здесь не понравилось, это колоночки Как бы вот этот пластик на колонках, он не закреплен И я прям вот вижу, на правой колонке хорошо заметно Там прям зазор есть И как-то вот немножко напрягает Поэтому, в принципе, по салону есть небольшие зазоры И пластиковые детали Но они маленькие И какой-то проблемы я назвать не могу Также в этой комплектации есть датчик света Датчик дождя Поэтому каких-то там затруднений в эксплуатации у вас с ним не возникнет Так что мой автомобиль очень комфортный, очень приятный И действительно, Рено сделали огромный шаг вперед Я считаю, в автомобилестроении А что я запищал? Ключ карты не обнаружено Вон у тебя написано Подействуй, трючек замкнул А, все, средний В плане ошибки селектора коробки В плане ошибки вот именно ручника Вот здесь снизу такой приятный пластик сделан Именно не ребристый, вот такой, а мягенький Все очень здорово, все очень приятно Вот дисплей он смотрится тоже очень классно Поэтому, на самом деле, очень-очень приятно Находиться за рулем этого автомобиля Что касается кнопочек Они действительно классные Они вот, блин, мне прям хочется их нажимать Некоторые, правда, я здесь почему-то не могу нажать Хотя это топовая комплектация Ну, видимо, каких-то опций здесь просто не хватает Крутилочки Они очень все приятные И Рено действительно сделали очень большой скачок вперед Что касается полочек Здесь она одна, но она очень удобная У нее действительно помещаются и телефоны, и ключи, и кошелек Единственный нюанс, что ключи, например, и телефон Они не особо контактируют друг с другом Но, тем не менее, положить их вы эту полочку спокойно сможете Блин, ты зафигал Все, нормально, нормально Схал По зеркалам заднего вида, как я уже говорил Обзор, в принципе, неплохой Но здесь слепые зоны у машины Решается, да, датчиком слепых зон Но это дорого, это только топовая комплектация А это уже 24-25 тысяч долларов Насчет экрана мультимедиа В принципе, ну, картинка достаточно приятная Он сделан таким более-менее матовым Поэтому видно его и при свете И, в принципе, он как-то не бликует вам в глаза Но он немножко потормаживает Есть такой момент Карты здесь действительно не самые лучшие Что-то найти, например, какое-то место У вас не всегда получится Что касается сенсорного дисплея Здесь, помимо всего прочего Можно еще настраивать режимы эксплуатации автомобиля Нажимаем кнопочку My Sense И появляются здесь три режима My Sense, Sport и Eco Что касается этих режимов Они в наибольшей степени влияют на Режимы эксплуатации коробки передач А также на обогащенность смеси В принципе, у вас машинка начинает Перезвее ехать в спорте И, так сказать, немножко более ватной Становится на экономичном режиме My Sense вы можете как-то построить под себя В принципе, по эксплуатации этой магнитолы Да, она немножко подтормаживает Но каких-то у меня прям неприятных ощущений При ее эксплуатации не возникает Так вот, что касается навигации В принципе, видно, что магнитола так подтормаживает То есть, когда я начинаю переводить Есть небольшие задержки у экрана Но, в целом, сам дисплей, он достаточно приятный Вот, то есть, именно с качеством картинки оно неплохое По скорости работы, да, у меня возникают какие-то вопросы Что касается качества звука Оно здесь достаточно приятное Здесь вот, если стоит аудиосистема от Bose Здесь можно настраивать объемный звук Единственное, что я бы отметил Мне немножко не хватило низких частот Именно от баса Ну, в целом, скорее, может быть, мои придирки какие-то Потому что я ездил с машинами и сабвуфером Так что, по музыке, претензий каких-то автомобилей у меня нет Очень нравятся эти вот крутилочки Они действительно очень приятно сделаны И, как бы, то, что цифры у тебя отображаются посередине Например, даже вот в аудице седьмой мы снимали Там такого не было Здесь они уже это реализовали Молодцы, действительно здорово Тут подсветочки, да, кнопочек Очень классно Что касается торпеды Когда я впервые сел за руль этого автомобиля Мне показалось, что торпеда очень короткая То есть, именно расстояние от начала торпеды до, как бы, низа стекла лобового Какой-то, ну, маловато, показалось для этой машины Но, покатавшись на ней В принципе, могу сказать, что Меня это перестало напрягать Действительно, все хорошо, все удобно На этих автомобилях устанавливается электроусилитель руля Если вы где-то паркуетесь Крутить руль можно чуть ли не одним пальцем Все удобно, все классно При том, что, если вы, например, разгоняете То есть, где-то идите по трассе Он наливается усилием То есть, вы уже ощущаете какое-то усилие при повороте руля Это действительно классно Что касается вот этой вот линии Которая вдоль всей торпеды проходит Очень классно сделано Такое ощущение, что она очень длинная У вас огромный салон, места куча Ну, мест на самом деле очень много Я очень удобно расположился И ничем меня не поджимает Где-то там в плане колен, например У меня вечная проблема Например, фокус, я садился У меня чуть-чуть поджимало коленями Здесь нет, я могу спокойно раскинуться Мне удобно, мне комфортно Места очень, на самом деле, много Здесь есть подсветка внутреннего антуража Можете настраивать ее цвет Например, я сейчас выставил красненький И у меня в картах дверей Загорелась такая неледенькая красная подсветка В принципе, очень здорово Можно настраивать ее яркость Выбрать цвет Приятно Вот, плюхнулся за собой В принципе, ну, наверное, здесь два пальца влезают Индивительно В лого не вырезало три пальца Здесь два Странно Но, тем не менее Вот видим надпись Airbag То есть, есть шторки безопасности И, на самом деле, здесь мне удобно Реально удобно Все материалы очень приятные Здесь находиться действительно комфортно Есть подогрев задних сидушек Он здесь расположен Здесь за счет того, что они Как-то вот панельку ты сделал достаточно высокой За счет подлокотника, опять же, для переднего пассажира Здесь нормальный подлокотник стоит Но сзади уже нету прикуривателя То есть, USB-шку вы не воткнете Насчет сидений, они здесь мягкие Ни во что вы не упретесь Вот, все действительно приятно, комфортно Как бы есть поясничный упор Следует отметить Когда вы садитесь назад Действительно, вы сразу чувствуете поясничный упор Но, как-то вот сейчас я сел В принципе, нормально На тестовом машине мне показалось, что он мешает Если он как-то был неудобно Сейчас сел здесь Может быть, я уже по передним креслам привык Действительно, все хорошо На заднем ряду здесь есть даже подлокотник Давайте его откроем О, даже подстаканники Расположен он Ну, не знаю, мне кажется, немножко высоковато По ощущениям Ну, одному пассажиру может как-то развалиться Здесь будет комфортно Но вдвоем вы уже сюда руку не положите То есть, если для двоих То его бы следовало как-то пониже сделать Ну, в целом, сделали молодцы Вообще, спасибо, Рено, за то, что сделали такую достойную машину Сидушки достаточно длинные Вот это вот удлинение позволяет мне комфортно расположиться здесь Насчет места сзади Вот именно над головой Его хватает К сравнению В Audi A5, где схожая конструкция крыши Там я упирался Я действительно садился за собой И я упирался головой в крышу Здесь, как видите, еще, ну Сантиметров, наверное, 5-7 есть так точно Мой рост метр восемьдесят два Поэтому, если вы там до метра девяносто ростом Вы спокойно здесь разместитесь То есть, по месту сзади вопросов каких-то нет Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем пока!